так парни всем привет сегодня речь пойдет про мой второй автомобиль nissan murano видео будет интересно всем тем кто присматривается к данной модели как к бушной так и к новой модели веду активно про нее также уже можно сказать дневник автомобиля все те кто подписан на канал но данная машина вам не интересно парни жду вас дня через три на канале будет новый обзор поэтому подписывайтесь ставьте лайки и до встречи с вами ну а тем кого машина интересна давайте поподробнее значит хочу напомнить что автомобиль данный куплен в 2013 году в июле это максимальная комплектация ler здесь есть все что можно купить автомобиль сейчас на рынке продается вот этот по цене примерно 1 миллион 300 тысяч рублей автомобиля пробег сто десять тысяч километров также хочу напомнить что когда кончался срок гарантии на 98 тысяч я специально загнал машину сервис ну к официальному дилеру сказал давай все смотри пожаловался на шум и естественно нашли шум подшипника правой части его поменяли по гарантии если бы его не поменяли по гарантии то через две тысячи кадров я бы менял бы самостоятельно но новый подшипник он там ступично идет сборе он стоит 15-17 тысяч рублей сама деталь соответственно мне ее заменили больше с машины ничего не случалось на 105 тысячах я сделал там легкое то замена масла и все в принципе вы можете посмотреть чтобы то входило где ролики есть предыдущий про машину значит сейчас у машины также появились различного род косячки опять появился шум что я купил по машине сейчас значит хочу напомнить что автомобиль я обслуживаю человека который работают у официального дилера и просто свободное от работы время он соответственно оказывает услуги по обслуживанию автомобилей с nissan я знаком не первый год это не первая машина до этого у меня был не сам т-31 кузов x-trail я на нем проехал примерно 145 тысяч километров поэтому когда появляются различные шумы цоканье в подвеске я в принципе уже понимаю что это такое тем более у nissan есть характерные болячки значит что мы сейчас будем менять потому что вот сейчас и жуткий гул и год издает под но тоже подшипник левый ступичный а смотрите вот эту часть который я только что говорил менял по гарантии она оригинальная стоит 1517 тысяч от просто запчасть далее я покупаю аналог немецкий это фирма олимпо если не ошибаюсь он не обходится в 5000 рублей то есть 5000 рублей тоже с доставкой то есть так она обошлась 4850 рублей покупаем втулку переднего стабилизатора две штуки тоже оригинально они недорогие по 250 рублей штука и опорный подшипник тоже покупаю их оригинальный так как они тоже недорогие за все я отдал 1200 рублей все также в идеале конечно рекомендую сразу купить для вот этих вот втулок крепления там идут такие но вы поймете там когда будет спрашивать там есть крепление они платят они тоже недорогие бета в районе 500 рублей за две штуки должно обойтись я их хотел купить но нигде в наличии просто-напросто не было ждать нужно было порядка там 70 рабочих дней а я а мне уже завтра машину сдавать на замену на все это дело соответственно брать их не стал таким образом вот это все поменять мне обойдется примерно в 4000 рублей то есть 4000 рублей все все поменяем и после этого с ходовой как таковой больше никаких претензий не будет как обычно по закону подлости когда я все это купил собрал все запчасти заложу машину включаю свет и вижу то что у меня теперь час не горит одна лампа то есть но горит одна фара лево горит право не горит ни ближний не дальний соответственно также сразу приценился по ценам лампочки поменять бексиноновые то есть ближе не дальний свет каждый по 2000 рублей ну 1900 если быть точным либо можно купить аналог тайвань рублей 700 что ли за лампу вы естественно буду брать оригинал потому что ну вроде бы цена невысокая тем более с этим тайванем тоже если вы меняли стали аналог от тайвань ну напишите стоит ли его брать как поступает компания в общем я сейчас хочу поменять масло в коробке чтобы поменять масло в коробке нужно 5 литров масла ns2 канистры же идет всего 4 литра то есть она стоит 3800 рублей подчеркиваю вы можете найти ценных в интернете 5 тысяч 6 тысяч можете и 20 тысяч найти я покупаю запчасти у официального дилера то есть есть компания union motors я даже не скрываю и у них есть магазин автозапчастей там есть оригинальные есть также аналоги покупаю них последние пять лет то есть эти расходники фильтра еще что ну все что нужно я там беру суть в чем по маслу мне нужно 5 литров я беру 4 литра канистру где еще взять литр соответственно я предлагаю кому-то из вас кто живет в москве либо московской области вступить в сговор встретиться возле этого дилера купить масло разделить его пожать руки все расход то есть нужно масло я наверняка думаю что кто-то из вас тоже хочет заменить масло в коробке соответственно давайте парни если кто есть там активно пишите встретимся то есть мы берем канистру одну двоих ну то есть получается чем там по 2000 скидываемся и все соответственно по маслу все порешали жду от вас откликов кто хочет пойдемте дальше смотрите что еще есть вот просто чем я сейчас недоволен но что в принципе можно подчинить сделай там подремонтировать пойдемте вот двери обычно тут такого рода как вам их назвать шашки то есть когда ты например стоишь под наклоном открываешь дверь да и ты в этом положении при можешь зафиксировать в моем случае вот эти вот там шестеренки стали они стерлись настолько что дверь как бы я не ставил ее вот только машина сейчас ровно с это она может замереть в городе кота только подъедешь постоянно приходит знаешь как бы ты вылазишь из двери постоянно нужно пихать что ты вышел в шпанте не защемило это можно сделать в принципе рычаги которые фиксируют они в принципе меняются вот дальше что касаемо тормозов вот скажите мне просто обладатели вот nissan of nissan of tiana если вы смотрите это видео вот у вас такая же проблема вот у меня просто постоянно скрипят тормоза и как бы бывает так то что приезжаешь кому-то пожалуйста горы слышу тормоза скрипят начинаешь ехать они при нему не при нем не скрипят к ты ешь один они постоянно скрипят я менял тормозные диски отран я все менял уже все менял в процессе эксплуатации там по возможности все делали тем не менее постоянно скрип присутствует я слышал что в принципе такая проблема для nissan of характерно и у многих даже инфинити есть то же самое что он при машинного покупать там тоже самое fx ну и сейчас он там qx появляется скрип тормозов то есть соответственно я уже продувал я уже что я только не делал если есть просто у вас вот какой-то способ как от этого списка избавиться скажите пожалуйста тормоза здесь в нормальном состоянии они не стерты ничего то есть все гуд значит собственно вот такого рода проблемы также я хочу сейчас загнать машину на химчистку чтобы мне полностью там нам или салон потому что машине уже появился такой характерный запах наверное это и на ста пяти тысячи хотел сделать но тем не менее сейчас я сто процентов будут загонять цена вопроса составит примерно 5000 рублей за весь салон его помоют почистят все я нашел благодаря вам организацию где можно перетянуть руль но проблема заключается в том что туда нужно приехать оставить машину примерно там часа три-четыре его будут перетягивать то есть мне могут предложить поставить другой руль я поехал но лучше что называется выбить свободный день какой-то выходной приехать сдать тачку все цена вопроса перетяжку руля с подогревом ну колеблется 5-7 тысяч рублей то есть свои нюансы признать поторговаться общем если вы присматривались к данному автомобиля в нынешнее время с нашими ценами я думаю большинство людей но вообще сейчас на вторичный рынок спрос повышен покупая его подчеркнул сто десять тысяч пробега вот сейчас смотрел прям вот на автору есть пару вариантов вот прям точно такая же комплектация но практически максимальная у всех ну миллион триста миллион триста пятьдесят выбираю автомобиль обращайте внимание на все посидите на форумах почитайте там проблем таких знаете стандартных у ниссанов особо-то немного хреново когда вы ищете машину и вам человек говорит по телефону вообще все в идеале ничего не менял только по регламенту это плохо почему потому что сейчас вы машину возьмете правильно она уже не на гарантии и полюбасу полетят у вас эти те же самые подшипники там стойкости в принципе все эти вещи недорогие то здесь по большому счету самая дорогая это ступица опять же если брать оригинально ну 17000 просто заступится посмотрите сами повнимательнее все эти косяки их очень мало соответственно по моим подсчетам вот сейчас чтобы машины стала прям буквально новенькой идеально если вот почистить ее салон все там заменить всю ходовую которую не ходовую всю которую ты перечислил ну нужно 25-30 тысяч рублей то есть это все это я сейчас тридцатку выложить за машина у меня будет себя поменено все будет чисто все горит свет горит в общем все будет в идеале то есть цена вопрос в принципе небольшая при условии того что автомобиль не дешевый новый автомобиль частенько сейчас звонят с автосалонов там приглашают посмотреть я думал будет цена новому ран начинается в районе там у 200 вот как так два с половиной миллиона базовая комплектация начала по цене ну в любом случае после 20 августа поедем съездим посмотрим автомобиль ну и соответственно сразу запишем ролик сравним поставим две машины рядом ну просто посмотрим что там изменилось потому что некоторые люди говорят что изменил все кардинально другие говорят ничего там не изменилось все осталось то же самое будем смотреть будем разбираться соответственно завтра я машину сдаю все запчасти менять но записывайте ролик не вы потому что сто процентов угол идет все проблемы песны здесь продолжать больше нечего видео снимаем на закате уходящего дня если обратите внимание на фоне то есть солнце только что было в начале ролика концу ролика его уже нету вот выбрались так сказать на природу соответственно сейчас близится близится весна будем продолжать различного рода тематики с паркетниками с другими машинами уже подумывая о том чтобы просто взять там день-два даже три дня выходных будний день и проехать одним за эти дни просто снять по максимуму машин смонтировать и чтобы там в течение двух недель это все по укладу потому что сам хочу побыстрее выложить снять очень много не срастух то есть то погода плохая то человеку которую машину хотим взять тоже занят поэтому подписывайтесь на канал про машину буду продолжать вести ролик когда про него будет что-то рассказать последний раз я про нее рассказывал три месяца назад соответственно есть instagram канала не мой личный то есть туда и выкладывать только анонсы что на тесте что будет что сейчас будем снимать соответственно подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч всем пока